Вот так проводится спасательная операция утопающего. С наступлением лета в Иркутской области все чаще стали тонуть люди. Сотрудники полиции, МЧС и спасатели бьют тревогу. Среди погибших в водоемах – дети. Без сопровождения взрослых они выходят к воде, устраивают там игры и купаются. И, как правило, родители даже не подозревают об этом. В случае обнаружения несовершеннолетних детей без законного представителя принимаются меры по доставлению в отдел полиции несовершеннолетнего для последующей передачи его законному представителю решения вопроса о привлечении законных представителей к административной ответственности. В полиции отмечают. В основном возле водоемов замечают группы подростков от 12 до 16 лет. Но не только они нарушают правила поведения на воде. Жаркая погода тянет людей на пляже, к местам стихийного отдыха. Так, с начала летнего периода специалисты составили 68 протоколов. Шесть человек утонули. А вчера вечером произошла еще одна трагедия. В заливе Якоби утонул 20-летний студент одного из иркутских вузов. Родом из Перми. Обстановка намного усложнилась. Повышается риск происшествий с людьми на водах объектов при пользовании пляжами, другими местами, не оборудованных для купания. Поэтому очень высокий риск. Чтобы предотвратить трагедии, администрация Иркутска совместно с полицией, добровольческими волонтерскими организациями проводят рейды вдоль береговых линий в разных районах города. Кроме того, раздается информационный материал, это листовки по водной безопасности. Также ежегодно администрации города Иркутска устанавливаются знаки по безопасности на воде. В этом году было установлено 8 знаков со статистикой о гибели людей. Пляж Якоби – излюбленное место отдыха иркутян. Даже несмотря на рабочий день, сегодня на нем много отдыхающих. Именно поэтому сегодня здесь решили провести занятия по оказанию первой помощи при утоплении. Занятия провели инструкторы Иркутского регионального отделения Российского общества первой помощи и сотрудники МЧС. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать». «То, чему нас сегодня научили, это, несомненно, очень жизненно важный опыт. Также нам показали, как нужно делать первую помощь и помогать в случае утопления. Я считаю, что это очень важно, и даже дети вот такого возраста обязаны такое знать». Настоящий момент в Иркутской области пока нет ни одного оборудованного места для купания. Для открытия пляжной зоны у воды требуется выполнить ряд требований, самое главное из которых – вблизи водоемов должны дежурить спасатели, которые в случае необходимости смогут оказать квалифицированную помощь утопающим. Пока в Приангаре зарегистрировали четыре пляжа – один в оздоровительном детском лагере «Олимп» в Балаганском районе, еще один в Киринске – Криволужская «Жемчужина», а также в Ангарске – Еловский пляж и четвертый здесь, в заливе Якоби. Малена Мартынова, Ирина Белогривая, Артур Ощупкин. Новости сейчас.